Хочу сразу в начале видео сказать, что у меня там стоит вентилятор, потому что если я его отключу, я сдохну. И если вы вдруг его слышите, хотя я попытаюсь максимально его удалить, извиняйте, без этого я не сниму видео. Погнали! Всем привет, ребята! Сегодня у нас с вами на обзоре вот такая огромнейшая коробка косметики от бренда NYX. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. На самом деле, это реально самая, наверное, большая коробка подарочной косметики, которую мне когда-либо присылали. Но то, что она подарочная, это не значит, что я сейчас вам буду ее нахваливать, любить и обожать. Я постараюсь максимально быть объективной, насколько позволяют мои знания вообще о косметике. В своем инстаграме мельком я уже показывала, что лежит в этой огромной коробке. Но сегодня я хочу именно рассказать и посмотреть сводчик, сделать макияж при помощи продукции NYX. Ну что, погнали! Посмотрите, это прям клад для такого бомжа-визажиста, как я. Что мне первым достать-то? Я даже не знала, у меня так глаза разбегаются и уже держу в руках. Обманщица какая! Хорошо! Две вот таких вот коробочки. Здесь у нас написано все на английском. И как бы я вроде его учу, но я до сих пор тупая. Здесь у нас праймер и здесь у нас праймер. Два праймера. Здорово! Что такое праймер? На самом деле, я знаю, что такое праймер, но я ни разу им не пользовалась. Первый праймер у нас такой матовой баночки, пластиковый. Мне, кстати, нравится оформление. Стоит он 1200 рублей. Мы сейчас все посмотрим праймеры, а потом решим, какой из них будем использовать. Второй праймер у нас уже в такой классической, так сказать, упаковочке. Ой, слушайте, а кожа после него на руке такая мягенькая, капец. Этот праймер тоже из линейки Bear With Me, так же, как и первый самый. А вот второй у нас He Class. Это праймер для лица, придающий сияние. Стоит он 1200 рублей. Здесь у нас 30 миллилитров. У него три оттенка, а вот о какой у меня, как это понять? У меня это новиночка. Оттенок P01. Я не хочу сияния, поэтому давайте, наверное, используем праймер, который был второй. Вот этот вот. Лицо за кадром я уже очистила, нанесла на него крем увлажняющий. Теперь наносим праймер. Ой, очень много. Все, я думаю, достаточно будет вот так. Кстати, а что, я же забыла совсем. Мне же Mix еще и прислал кисти. Давайте нанесем праймер, блин, одной из этих кистей. Я думаю, что вот эта подойдет лучше всего, такая более-менее плоская. А на глаза можно наносить праймер? Надеюсь, да. За кадром я сейчас нанесу тон, потому что он будет не от фирмы NYX. И вернусь к вам. Я нанесла тональную основу на свое лицо и консилер. И пока я буду показывать вам остальные продукты, посмотрим, как будет вести себя моя тональная основа на лице на праймере. Я не знаю, надеюсь, я правильно сказала. Ё-моё. Также из линейки High Glass, как этот праймер, у меня есть вот такие две штукенцы. Это у нас прессованный хайлайтер и финишная пудра. Это мы попользуемся чуть позже. Покажу вам сейчас. Давайте. А что сейчас? И я покажу вам вот это чудо. Это новинка от NYX. Тоже палетка Ultimate, но с другими оттеночками. Кстати говоря, у меня почти нигде нет таких оттенков. Я обычно всегда крашусь только яркими, и мне безумно интересно опробовать сделать макияж вот такими оттенками. Стоит она 1570 рублей. Дофига, конечно. Ну, как мне, как потребителю обычному, среднестатистическому, дорого. Сейчас я сделаю сводчи и покажу вам их вблизи. Сводчи буду делать на вот этой голенькой руке, где нет никаких тональных основ, консилеров, подложек и так далее. Просто посмотрим, как он будет без ничего ложиться. Как вы можете заметить, я не мастер делать красивые сводчи, но я исправлюсь, обещаю. Что я хочу сказать? Мы можем заметить, что здесь слишком много коричневых оттенков. Если честно, лично для меня, опять же, я не говорю, что это плохо. Давайте поговорим о тех оттенках, которые мне очень понравились. Синий, невероятно красивый, насыщенный цвет. Очень такой прям плотненький. 14-й оттеночек, такой коричнево-рыжий. Очень понравился, он тоже очень насыщенный. Мне очень понравился вот этот вот шиммерный оттенок. Очень блестящий, очень красивый. Мне очень понравился белый. Он не белый, он какой-то бело-золотистый. Очень круто выглядит. Мне кажется, вот здесь вот на внутренний уголок глаза, если нанести, будет прям бомба. Вот этот очень красивый насыщенный цвет, который под номером 8. Из 16 оттенков, около, наверное, 7-8, мне понравились. Которые вот, ну, реально выглядят очень хорошо. И я бы вполне ими пользовалась. Я вот не знаю, сначала сделать макияж или показать все продукты, а потом сделать ими макияж. Давайте, короче, я покажу все остальное, а потом сделаем макияж. Потому что, в общем-то, здесь все достаточно быстро будет показываться. Мне положили просто огромную кучу лайнеров. И тут еще и вдобавок, они разных оттенков. Боже, наконец-то я буду рисовать себе стрелки не аквагримом. Водостойкий матовый лайнер за 890 рублей. Очень приятная текстура, кстати, у лайнера. Очень плотная. Но я вам вблизи еще покажу. Я приятно удивлена этим лайнером, ребята. Единственное, мне не очень понравился вот этот вот фиолетовый оттеночек. Потому что он все-таки не очень насыщенный. Я безумно хочу их уже опробовать на лице. Правда, очень боюсь. Потому что, если именно портачить, так легко не стереть, как это делаю я обычно. Далее у нас лежит вот такой праймер для нанесения глиттеров. И сами глиттеры, конечно же, чтобы мы их опробовали. Праймер для нанесения блесток стоит 616 рублей со скидкой, без скидки 770. А вот эти глиттеры стоят 550 рублей. Так, я нанесу вот так вот на руку вот сюда чуть-чуть праймера. Вау! Слушайте, на праймер прям лег очень плотно. Если честно, серебряный мне нравится больше. По самому цвету. Но, типа, мне не очень нравятся золотые оттенки. Остались только помады. Давайте, наверное, я вас заинтригую и покажу помады в конце. А почему нет? Выберем с вами как раз оттеночек, который будем использовать. Единственное, что я покажу сейчас, последнее, это еще этой же линейки Бэйр Уэйт Ми. Это масло для губ. Почему я показываю его сейчас? Потому что это больше уходовый. 560 рублей стоит вот такое чудо за 8 миллилитров. На самом деле, я обожаю бальзамы для губ. Потому что у меня очень трескаются губы. Я прям вот сейчас нанесу перед макияжем. О, очень вкусно пахнет. Он такой жирненький, очень приятный. Мне нравится. Приступим к макияжу. Блин! Я не знаю, почему я так сильно и резко захотела сделать макияж. Но я очень вдохновилась косметикой. Давайте мы, наверное, сделаем с вами креатив. Конечно же, без креатива я не согласна работать. Используем синий первым делом. Наношу сначала такими вбивающими движениями. Наношу на уголок глаза. Тени сыпятся. Вот, ну, синий посыпался мне вот здесь чуть-чуть. Очень плотный цвет. Вот прям реально красиво выглядит. Теперь я беру пушистую кисточку. И это аккуратно вытушевываю к височку. И туда вот в складочку. Теперь давайте возьмем телесный оттенок. И немножко смягчим края растушевки. Телесный оттенок отлично растушевывает, смягчает края. Мне прям нравится. Давайте мы сначала на подвижное веко нанесем наш прекрасный оранжевый цвет. Яркий такой. Я такими вбивающими движениями наношу. Наслаиваю друг на друга. Чтобы цвет был ярче еще. Далее, ребята, на наш рыжий цвет на глазах нанесем. Который рядом с ним находится шиммерный оранжевый цвет. Я прям пальцем это сделаю. Вот так. Не знаю, мне всегда шиммерные оттенки удобнее пальцами наносить. Беру синий оттенок нашего лайнера. Ответственный момент, девочки. Начиная стрелку с уголка глаза. Мы с вами сделаем двойную стрелку, которая будет уходить в складку века. Очень приятная консистенция у лайнера. Первая стрелка меня устраивает. Помолитесь за меня, чтобы я нарисовала такую же вторую. На этом глазу лайнер запачкал мне века. Да что ж я такая криворука-то? Я, конечно, в фотошопе это исправлю. Просто сам факт неприятель, да, как бы. Давайте, наконец, воспользуемся нашей финишной пудрой. Давайте нанесем ее вот этой пушистой кистью от NYX. Ну, короче, я хотела не сияющая, а получится все равно сияющая. И пудра сияющая, и праймер сияющий. Я беру наш праймер для глиттера. Наношу его на внутренний уголок глаз. И вывожу его в нижнее веко. Теперь я беру наш серебряный глиттер. И той же кистью я наношу его сначала на внутренний уголок. И вывожу в веко нижнее. Он очень красиво блестит. Можно даже вот так вот немножко нанести его на верхнее веко. Я хочу еще на веко добавить желтый цвет. В общем, юзаем палетку как можем. И наношу его, вот знаете, вот здесь, возле нашего уголка внутреннего глаза. Наношу его так плотненько. Я просто хочу выделить вот эту вот часть, что здесь у нас должно быть светлее. Короче, ребят, пока за кадром я надевала линзы, я все-таки подумала. Я хочу все-таки матовое покрытие лица. Поэтому я нанесла повторно консилер. Потом я нанесла вот такую белую прозрачную пудру. Сейчас мне в голову пришло сделать усложненную деталь на своем лице. Мне кажется, я буду себя ненавидеть сейчас после этого. Но я хочу больше яркости, больше чего-то интересного. Поэтому я беру фиолетовый лайнер от NYX. Выделяем вот здесь полоску. Как будто мы из века выходим. Вот так, выходим из нижнего века. Вот здесь закругляем. У меня трясутся аж руки. Серьезно. Ладно, на одном глазу я сделаю. А как я буду сделать на втором? Я просто увидела фейс-чат вот такой. Именно с вот этой деталью. Там, правда, красная и макияж совсем другой. Но мне вот именно захотелось эти волны сделать похожие. Ну а что? Глаза боятся, руки делают. Я сделала более-менее ровно. Ну, мне кажется так, по крайней мере. Теперь я беру белый лайнер от NYX. И провожу в некоторых местах. Я пока не знаю, как именно. Ну, вот просто, вы знаете, как вижу это. Короче, смотрим. Я хочу вот здесь вот. Вот здесь. Вот здесь. Супер! Мне очень нравится. Фу, ребята, наконец-таки с глазами. Именно продуктами от NYX мы закончили. Дальше я потом наклею ресницы. Немножко, возможно, где-нибудь сделаю стразики. Но сейчас давайте, наконец-таки, сделаем губы. Точнее, сначала я вам покажу то количество помад, которое мне пришло. И мы будем делать губы. Первое. Это вот такие блестки. Блестки, блин. Блески. Вот, блески для губ. Эти блески для губ у нас стоят 660 рублей. Слушайте, а вот этот вот красненький, он-то очень красивый. Золотые оттенки я вообще почти не люблю. Поэтому я на них редко обращаю какое-то внимание должное. В общем-то, оба блеска очень красивые. Но вот этот вот Dress Set To Kill очень прям вот мне зашел. Также мне прислали три вот таких вот помады-бальзам с увлажняющим эффектом. Помады стоят 560 рублей. Я хочу сказать, что сам контейнер для помад, он какой-то, ну, очень хлипкий, если честно. Помады, как вы можете заметить, не очень яркие. И они такие немного глянцевые. Но это бальзам. И последние помады, ребята, у нас, они, скорее всего, матовые. Я думаю, я не читала о них еще ничего. Эти помады стоят 650 рублей. И сейчас вы можете увидеть их свотчи. Оттенков слишком много, перечислять именно название этих оттенков я не буду. Помады, конечно, безумно насыщенные. Мне очень нравятся эти оттенки. Давайте попробуем вот этот красный оттенок в Wife Goals. Оттенки Wife Goals. Мне вот как-то красная помада, это макияжа, не нравится. Давайте, может быть, знаете, что попробуем? Растушевать помаду. Вот сейчас накрасим, возьмем кисть и аккуратно края растушуем. Пока я доделывала губы, у меня отключилась камера, я не заметила. Поэтому сделала все за кадром, а потом приклеила стразы, надела парик. И вот, давайте сделаем прогоночку. Ребят, записываю это видео во время монтажа. Просто извините за то, что сейчас не будет фокусировки. К сожалению, я невнимательно отнеслась к съемке в конце и не увидела, что фокус не стоит. Простите. На паричок, линзочки и косметику я оставлю ссылку в описании под видео. А теперь давайте подытожим. Из всего, что я сегодня попробовала от NYX, мне безумно понравились лайнеры. Они реально очень клевые, но они немного стягивают кожу. Это, конечно, дискомфорт, но со временем этот дискомфорт пропадает. В общем-то, у меня почти все лайнеры имеют такой эффект. Праймерами я по-любому буду пользоваться. Тени. Тени. Что же я хочу сказать насчет теней? Я считаю, что это вполне неплохая палетка. Особенно если вы любите подобные цвета, здесь есть и что-то яркое, и что-то шиммерное. Хайлайтер. Очень красивый, золотистый оттенок. Мне нравится. Блесточки, конечно же, мне зашли. И особенно серебряный цвет. Про праймеры я чуть позже расскажу в своих сторисах, когда попользуюсь ими немножко. Пойму, есть ли какое-то различие, понравится ли мне это вообще. На NYX, конечно же, оставлю ссылочку. Спасибо большое им за этот бокс. Я по-любому буду им пользоваться. Мне безумно было приятно. Я думала, что образ получится каким-то таким жутеньким немножко. Но на деле получилось как-то даже мило. Почему у меня большинство образов получаются какие-то каои? Я не понимаю. Просто не понимаю. Обязательно оцените мой образ в комментариях. Ставьте лайки, ребята, если вам понравилось это видео. Мне будет безумно приятно, если вы меня поддержите. Подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг на него еще не подписаны. Ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. Я всех очень люблю, ребята. Целую и обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok